оборот налички оборот наличных денег советском союзе был широко распространен и не вызывал должного интереса у правоохранительных органов прекрасным примером этого является кинофильм операция их и другие приключения шурика весь этот фильм буквально пропитан оборотом наличных денег он даже построен на этом но основной вопрос откуда бралась черная наличка на которую не обращали внимание милиция и прочие правоохранители я уже рассказывал о том как киношный шурик расплачивался с бабушкой за квартиру и как странно реагировал милиционер на слово подрабатываю на стройке но для того чтобы нанимать таких подрабатывающих шуриков у руководства стройки должна быть черная наличка или черный наук вынуть деньги из кассы предприятия было почти невозможно нереально а вот не положить деньги в кассу существовала масса способов и советские люди этим широко пользовались для того чтобы появились деньги нужно что-то продать чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что нибудь ненужное у нас денег нет железобетонные изделия или даже кирпич легко можно было посчитать это было трудно продать налево за черную наличку а вот цементный раствор или готовый бетон продавались легко его количество трудно поддавалось учету и проверку это вылазило потом в результате землетрясений тому же учет работы автотранспорта потом на километром приносил здесь двойную выгоду многие из вас наверное видели кучи застывшего бетона в лесопосадках возле дорог это тот бетон который не удалось продать налево а план по тонна километров грузовых перевозок нужно было выполнять советская плановая экономика буквально вынуждала людей воровать и зарабатывать на этом черную наличку если стройка по каким-то причинам не сможет использовать привезенный бетон он где-то застынет памятником плановой экономики а транспортники не привести бетон не могут так как у них план по тонна километром перевозок а сдать бетон налево за наличные деньги это лучше чем вывалить его в лесопосадке вот вам нескончаемый источник черной налички которую можно было использовать не только на оплату труда шурика от ревизии нас может спасти только кража со зловом или без естественно со зловом статья восемьдесят девятый пункт второй до шести лет не пойдет так ведь кражи не будет все уже украдено до нас все уже украдено до нас это же сущие постельки вам нужно только инсценировать кражу вам надо взломать замок проникнуть склад оставить следы выроса товара и спокойно удалиться ничего нельзя потому что усвоили наконец не волнуйтесь товарищ директор мороз хочет разобраться что к чему это естественно законно делал для нас новое и освоенное точно не освоено